Ох и тяжело было немцам, которые попадали в плен. То, что их ожидало, было шокирующим. Как они жили, что с ними происходило, сегодня ты будешь удивляться. Если, конечно, не испугаешься от той жути, что я расскажу. В первый год войны, когда вермахт одерживал победой, немецких военнопленных было немного. Впервые значительное количество немецких военнослужащих попало в советский плен в результате Сталинградской битвы. Это аж 89 тысяч человек. И в ходе наступательных операций на Дону в начале 1943 года. Большое число захваченных пленных было и в завершающих победных операциях Красной Армии в 1945 году. А основная их масса попала в плен при капитуляции разбитых немецких войск в мае 1945 года. Вообще, в годы войны труд военнопленных в народном хозяйстве страны не имел большого значения. Он стал значимым фактором лишь после окончания войны, когда эту страну пришлось отстраивать заново. Военнопленные участвовали в восстановлении народного хозяйства, уничтоженного во время войны, заводов, плотин, железных дорог, портов и так далее. Также они активно использовались при восстановлении старого и возведении нового жилого фонда во многих городах СССР. Кроме этого, пленные немцы активно использовались на лесозаготовках, при строительстве автомобильных и железных дорог в отдаленных и труднодоступных районах, а также при добыче полезных ископаемых, например, урана, угля или железной руды. По данным Центрального финансового отдела Министерства внутренних дел СССР, за период с 1943 года по 1 января 1950 года военнопленные отработали 1 миллиард человек от ней, заработали 16 миллионов рублей и выполнили работу в строительстве и промышленности общей стоимостью примерно 50 миллиардов рублей. По официальным статистическим данным Управления по делам военнопленных СССР, от 12 октября 1959 года всего были взяты в советский плен 2 миллиона 389 тысяч 560 германских военнослужащих. Из них в лагерях ГУПВИ умерли более 350 тысяч. Особенно высокой была смертность в первые годы после войны. Вследствие сильных морозов, плохого омундирования и плохого питания многие пленные, обессильные к тому же длительными маршами, гибли уже на пути в лагеря. В послевоенные годы смертность значительно снизилась. К ним допускались представители Международного Красного Креста и иногда доставлялась почта с родины. В целом с немецкими военнопленными в СССР обращались более гуманно, чем некогда нацисты обращались с советскими военнопленными. Так, в свое время в немецко-фашистском плену замучено и убито 55% от общего числа советских военнопленных. Это более 2,5 миллионов человек. В отличие от фашистской Германии, в СССР не создавались концентрационные табора, в которых замучивали людей и травили их в газовых камерах. Отправляли на работы – это да, но на смерть немецких солдат никто не посылал, и тем более над ними не проводили никакие медицинские опыты. Пленные немцы в СССР восстанавливали разрушенные ими же города, жили в лагерях и даже получали за свою работу деньги. Десять лет после окончания войны бывшие солдаты и офицеры вермахта на хлеб меняли ножики на советских стройках. О жизни пленных немцев в СССР долгое время говорить было не принято. Все знали, что да, они были, что они даже участвовали в советских стройках, в том числе строили московские высотки МГУ. Но выводить тему пленных немцев в широкое информационное поле считалось плохим тоном. Для того, чтобы говорить об этой теме, нужно в первую очередь определиться с цифрами. Сколько немецких военнопленных было на территории Советского Союза? По советским источникам 2 миллиона 400 тысяч, по немецким 3,5 миллиона. Такая существенная разница, погрешность почти в миллион человек, объясняется тем, что подсчет пленных был поставлен очень плохо, а также с тем, что многие пленные немцы предпочитали маскироваться под другие национальности. Процесс репатриации затянулся до 1955 года. Историки считают, что примерно 200 тысяч военнопленных были неправильно задокументированы. Жизнь пленных немцев во время и после войны разительно отличалась. Понятно, что во время войны в лагерях, где содержали военнопленных, царила самая жестокая атмосфера, шла борьба за выживание. Люди гибли от голода, нередкостью был каннибализм. Для того, чтобы хоть как-то улучшить свою долю, пленные всячески старались доказать свою непричастность к титульной нации фашистских агрессоров, были среди пленных и те, кто пользовался своего рода привилегиями. Например, итальянцы, хорваты и румыны. Они могли даже работать на кухне. Раздача продуктов происходила неравномерно. Нередки были случаи нападения на разносчиков пищи, отчего со временем немцы стали обеспечивать своих разносчиков охраной. Впрочем, надо сказать, что какими бы тяжелыми ни были условия пребывания немцев в плену, они не идут ни в какое сравнение с условиями жизни в немецких лагерях. По статистике, в фашистском плену погибло 58% захваченных русских. Немцев в нашем плену погибло только 14,9%. Понятно, что плен не может и не должен быть приятным, но относительно содержания немецких военнопленных до сих пор ведутся разговоры такого толка, что условия их содержания были даже чересчур мягкими. Суточный паек военнопленных составлял 400 граммов хлеба. После 1943 года эта норма выросла до 600-700 граммов. 100 грамм рыбы, 100 грамм крупы, 500 грамм овощей и картофеля, 20 граммов сахара, 30 граммов соли. Для генералов и больных пленных паек был увеличенным. Конечно, это только цифры. По факту, в военное время паек редко выдавался в полном объеме. Недостающие продукты могли заменять простым хлебом. Паеки часто урезались, однако сознательно голодом пленных никто не морил. Не было такой практики в советских лагерях по отношению к немецким военнопленным. Конечно, военнопленные работали. Молотов как-то сказал историческую фразу о том, что ни один немецкий пленный не вернется на родину, пока не будет восстановлен Сталинград. Работали немцы не за краюху хлеба. Циркуляр НКВД от 25 августа 1942 года предписывал выдавать пленным денежное довольствие. 7 рублей рядовым, 10 офицерам, 15 полковникам и 30 генералам. Была и премия за ударную работу – 50 рублей в месяц. Поразительно, но пленные могли даже получать письма и денежные переводы с родины. Им выдавалось мыло и одежда. Если подытожить, то нужно сказать, что советский плен был в разы гуманнее, чем фашистский.